Привет, друзьяшечки! На чемпионате Европы по футзалу прошло 6 днюшечек. В группе Б все сборные в первом туре набрали по одному очку. Во втором туре Италия едва не проиграла Словении 2-2. В конце игры славянский игрок попал в штангу, а вот итальянец Мерлим забил и в свои, и в чужие ворота. Сборные провели 8 игр между собой. Итальянцы выиграли 5 из них, у Словении 2 победы. Двукратные чемпионы Европы продлили безвыигрышную серию до 4 матчей во всех турнирах. Финляндия и Казахстан встретились впервые в истории. Дело в том, что казахи только с 2002 года перешли в европейскую зону. Победа досталась команде, чья столица Нур-Султан. Последние результаты Казахстана. 3 победы, 2 поражения и 1 ничья. Расписание третьего тура. Словения встретится с Финляндией. И в это же время начнется игра фаворитов группы Казахстана и Италии. Таблица. Казахстан 4 очка. Словения 2 очка. Италия 2 очка. Финляндия 1 очко. Напомню, второй тур открыла группа А, где Сербия уступила Украине 1-6, а чемпионы португальцы обыграли Нидерланды 4-1. Португалия набрала 6 очков. Так как команда обыграла Нидерланды и Сербию, то гарантировала себе одно из двух проходных мест в плей-офф. Нидерланды и Украина имеют по 3 очка, Сербия 0 очков. Расписание на завтра. В группе С Хорватия сыграет с Россией, Польша попробует обыграть Словакию. 26 января. Босния, Грузия. Испания, Азербайджан. Лучшие Галеодоры. Антошкин из России. Зварыч из Украины. Варелла из Португалии. И отметились по 3 раза. У Зики из Португалии. 3 передачи. На Кубке Африки определились первые участники четверть финалов. Рекомендую посмотреть. Услышимся.